Экспериментальными площадками для аукциона выбраны два региона – Приморский край и Ростовская область. Такие торги будут проходить в нашей стране впервые. В декабре прошлого года компания «Владстройкомплекс» стала победителем голландского аукциона. Она стала единственным претендентом на строительство в поселке Тимирязевский. Всего в пяти километрах от города в скором времени появится новый микрорайон. Застройка будет комплексная. В нашем округе подобным образом пытались возводить дома и социальные объекты одновременно. Но проект до сих пор не реализован. Раньше жилые дома и учреждения застраивались только частично, то есть по отдельности. Раньше эти земли были предназначены для сельхозугодий. Но уже с осени этого года сюда заедет техника и начнется строительство жилого массива. Квадратный метр жилья в новых домах будет стоить 41 тысячу рублей. Наша задача – туда провести воду, канализацию, электроэнергию, ну и, как я уже говорил, и газ. И сделать дорогу. Вот это наша задача. А инвесторы задача – на земельном участке сделать дороги на самом земельном участке. В этом участвовать должны прежде всего. Это бюджетная сфера, потом те, которые стоят у нас малообеспеченные на очереди, но за малообеспеченных будет платить бюджет. Это должно быть и ветхое жилье, соответственно, в этих программах. Это должно быть, например, и опека, попечительство. Но здесь, получается, такой площади не будет. Но я считаю, что сегодня получить дом за 36 тысяч квадратный метр или в коммунальной квартире, ну, многоэтажном доме, или получить дом такой, но где будет от 4 до 10 соток еще земельный участок – это намного интереснее. Строительство жилья планируется в несколько этапов. Часть домов будет готова к 2015 году, а в 2017 году будут работы завершаться в полном объеме. Организация «Застройщик» планирует сдать жилье раньше. По условиям аукциона, если через год государство не забрало под льготные программы готовые дома с земельными участками, то «Застройщик» имеет право продавать объекты по любой цене. Надежда Якушенко, Николай Фарафонов, Телемикс.